Все неожиданно. Итак, коллеги, у нас сегодня тема – это международные стили оформления библиографических ссылок и сервисы ресурсов-генераторов помощи НИИ-библиографа. Презентация, сразу скажу, выложена в папке ресурсы. Можно забирать там две презентации. Лайт-версия, облегченная версия, потому что часть информации, которую я даю сейчас на открытом вебинаре, я ее вам покажу более подробно по шаговой инструкции. Но в общую презентацию я их не выкладываю, так как это часть занятия на курсе библиография для НИИ-библиографа. Естественно, какие-то общие моменты мы рассмотрим, но более подробно с этими инструментами мы уже знакомимся, разбираем и работаем непосредственно в самом курсе. Поэтому вот так вот в записи будет полная версия презентации, а в ресурсах выложены основные моменты по двум презентациям. Дойдем мы сегодня до библиографических менеджеров или нет, не знаю, не хочется вас задерживать перед праздником надолго. Но презентация будет и в любом случае вопросы по ней можно будет задавать. Но надеюсь, что все-таки дойдем. И почему мы коснулись этой темы? Оформлять референсис приходится. Кстати, кому приходится оформлять референсис в публикациях для скопусовских изданий, для ваковских изданий, книги на иностранных языках, англоязычная часть, списков источников. Поставьте плюсики в чат, пожалуйста. Вот кому это приходится делать? Ага, пошли, а то я так уже замерла. Думаю, два человека, а остальные не доводятся, не приходятся. Да практически всем. Особенно если мы преподаватели, и нас заставляют публиковаться, мы с этим постоянно сталкиваемся. Конечно, возникает вопрос, а можно ли облегчить свою участь. У нас с вами по этой теме два вебинара. Вот сегодня мы поговорим о том, как облегчить нашу участь. И буквально в нескольких словах коснемся двух вопросов. Это стандарты оформления ссылок. И рассмотрим несколько примеров схемы оформления библиографических ссылок основных международных стандартов. Более подробно с этими двумя вопросами мы будем разбираться и смотреть на следующем вебинаре. Поэтому сейчас очень по ним пройдемся кратко. А вот третий вопрос – это наша сегодняшняя тема. Как облегчить себе жизнь и участь, и что можно использовать в помощь при оформлении. По стандартам для публикации в иностранных изданиях или в русскоязычных изданиях, сейчас многие из них выходят на, скажем так, международную арену, начинают индексироваться в международных базах. И, соответственно, они начинают придерживаться определенных стилей. Стилей оформления референсис, списков источников, конце наших публикаций. И основных стилей, которые чаще всего используются, их восемь. Но самых часто используемых, часто встречаемых, их три. Вот они выделены у нас жирным шрифтом. Это гарвардский, МЛА и ЭПИ. Гарвардский стиль и ЭПИ, они похожи, еще иногда АПА говорят, ну пусть будет так. Они очень похожи, как близнецы-братья. У них один формат. Это два стиля, которые основаны на формате автор-дата. То есть по структуре библиографического описания сначала записываются данные по авторам, потом в круглых скобках указывается год публикации, и дальше уже идут остальные элементы структуры библиографического описания. Но они несколько и отличаются, есть свои нюансы в оформлении. Гарвард очень похож на ЭПИ. И если ЭПИ в основном используется в американских изданиях, то гарвардская и Канада. Гарвардская ссылка является наиболее часто используемым стилем от Великобритании до Австралии. И чаще всего она рекомендуется для использования в изданиях гуманитарного направления, по гуманитарным наукам, по социальным, экономическим. То есть достаточно широкий спектр. И чаще всего нам приходится с гарвардским стилем иметь дело. Но есть еще несколько популярных стилей, с которыми мы можем столкнуться. МЛА чаще всего используется в области гуманитарных наук, искусства. Особенно в американских изданиях в Канаде. Это, пожалуй, наиболее хорошо проработанный и часто используемый из всех стилей цитирования. Но один из, после гарвардского, наверное. Так, Валентина Владимировна спрашивает, будет ли доступна презентация. Это ведь не для слабомерных. О, да, Валентина Владимировна. Судя по стрессу и шоку, которые испытали участники курса после именно этого модуля, это не для слабомерных. Нет, все на самом деле не так страшно и не так ужасно. Как может показаться на первый взгляд, самое главное, не бояться. Честно говоря, я очень счастлива, что многие из... У нас сейчас закончился как раз курс по библиографии для небиблиографов. Что многие из участников писали мне в личку, что, ой, спасибо большое, наконец-то я перестала бояться это делать. На самом деле, да, это непросто, это трудно. Но самое главное, не бояться. Поэтому будем с этим страхом бороться. Презентация Валентина Владимировна есть выложена в папке ресурсы. Можно забрать, кликайте по зеленому значку слева от названия презентации и закачивайте ее к себе. Если что-то не получится с закачиванием презентации, я в конце оставлю свой электронный адрес. Можно будет со мной связаться, написать туда или через Facebook в личку. И я вам тогда презентацию перекину. Только, пожалуйста, лучше сначала попробуйте забрать отсюда, чтобы мне потом не превращаться в почту России, занимаясь рассылкой презентации. Возвращаясь к нашим стилям. Какие еще часто встречаются? Из оставшихся пяти попадается Ванкувер. Чаще всего она используется для публикации по медицинской тематике, по наукам, связанным с биологией. Вот в основном туда. Но иногда и не только для них. Есть, попозже, я вам сейчас пример покажу. Журнал, который совсем вроде бы к медицине особо-то не относится. Но, тем не менее, у них стиль Ванкувер. И два стиля. Чикаго и Турабиан. Вот эти два стиля тоже достаточно часто начинают встречаться, попадаются нам. Но не настолько часто, как выделенные жирным шрифтом. Почему они написаны через вот этот слэш? Это два отдельных стиля. Но они не просто близнецы, братья, как Эпи и Гарвард. Очень похожи между собой. Они, скорее, даже премии родственники. Стиль Чикаго используется. И Турабиан, соответственно. Они чаще всего используются для публикации по тематике экономики и истории. И Турабиан, это такое странное название по фамилии автора. Кейт Турабиан, автор этого стиля. Она трансформировала стиль Чикаго для использования его при оформлении студенческих работ и студенческих публикаций. Поэтому с ним можно столкнуться, если вы, например, со своими студентами или магистрами публикуете какую-то статью или представляете их работу на какой-то международный конкурс или в сборнике Принстонского университета или колледжа. То с этим можно столкнуться. Или вдруг кто-то у вас едет учиться туда. И студентов могут требовать оформления именно по этому стилю. Он упрощен. И заточен именно под студенческие работы. Причем у всех этих стилей, чем они отличаются от наших ГОСТов. Если посмотрите наши ГОСТы, по библиографическим описаниям, по оформлению ссылок, у нас на каждый вид свой ГОСТ. Вот здесь электронные ресурсы. Вот здесь для оформления диссертации авторефератов 11 ГОСТ. А вот 18 ГОСТ это для библиографических описаний. И вот для того, чтобы нам и правильно оформить ссылки в своей работе, и правильно оформить список источников, минимум двумя ГОСТами приходит использоваться. А вот в зарубежных стилях у них сделано очень интересно. Практически каждый из вот этих стилей, да практически все, они имеют свои руководства. И в этом руководстве прописано не только оформление ссылок, как правильно приведены образцы, примеры, как и наших ГОСТов. Но там даются еще рекомендации по оформлению самой работы. Как форматировать, вот в том же Турабиан, например, или в МЛА. Жанна Валюта, ничего страшного, всех принимаем. Заходите, располагайтесь удобнее. И содержит, очень похоже на методические рекомендации, которые мы пишем для своих студентов, выпускников, в ВУЗах, в колледжах. Но чаще всего это продукт деятельности отдельных преподавателей кафедры, ну может быть, в ВУЗовской библиотеке, не везде. Это так, иногда кафедры сами составляют методические рекомендации. А вот здесь по каждому стилю вот эти рекомендации существуют. Вплоть до того, какая структура должна быть у научной статьи в соответствии с этим руководством, там, ИПИ или МЛА. Ну и соответственно, те издания, которые указывают при оформлении работ в требованиях тот или иной стиль, они используют эти рекомендации. И свои уже издательские рекомендации, они основывают именно вот на этих положениях. Это, конечно, очень удобно. Взял одно руководство и там все. И что писать в статье, ну, конечно, и по содержательной части, это уже задача автора, как оформлять, какая структура должна быть у статьи и так далее. Естественно, это не отменяет требования смотреть непосредственно сайт, страницу самого издания, куда мы собираемся публиковать. Свою работу, потому что там могут быть некоторые нюансы, их тоже нужно будет учитывать, чтобы наша статья вышла. Но все равно это сделать проще. Одно руководство, где есть все, и требования издания. Все, как минимум. У нас же приходится иногда использовать огромное количество источников, чтобы все усы отнести, да еще в этом разобраться. И если вы думаете, что вот эти восемь стилей это все, это на самом деле не все. Стилей на самом деле вот этих стандартов международных может быть гораздо больше. Да, сейчас я вас запугаю. Но, к нашему счастью, они встречаются гораздо реже, если только вы не будете публиковаться в каком-то уж очень сильно специализированном научном издании, входящем в ту или иную ассоциацию. Вот у каждой ассоциации, в основном, обратите внимание, здесь американские ассоциации, вот практически у каждой ассоциации есть свой стиль, соответственно, свои требования, свои руководства. Но, как правило, они базируются в основном вот на этих, на одном из этих восьми международных стилей, берут какой-то из них и трансформируют уже к своим целям и задачам. Поэтому, если знать основные моменты по структуре библиографического описания, то в этом гораздо проще и легче становится разобраться. Какие схемы оформления ссылок по основным стандартам можно встретить? Ну, вот смотрим то, о чем я вам говорила. Смотрим, прежде чем бросаться оформлять. Сначала смотрим сайт самого издания. Вот я несколько журналов вам буквально здесь привела. И, исходя из этих требований, как правило, они приводят и образцы оформления. Ну, вот на них ориентируемся. Вот, например, журнал «Современная Европа», он прямо на своей странице четко указывает, что он действует по стандарту Гарвард. И приводит пример, вот пример оформления, приведенный у них в образцах, пример оформления книги по Гарвардскому стилю. А вот это вот внизу, это есть у нас такая табличка, на курсе я ее давала. Для слушателей более такая расширенная примеры и образцы оформления книг и статей по разным международным стилям. Вот те восемь, о которых мы говорили, они там в принципе есть. Ну, вот, да, совпадает. Вот он формат записи «Автор», «Дата», ну, а дальше пошло уже остальные элементы структуры. Название, издательство и место издания. Причем указывается город и иногда указывается страна, хотя не во всех это бывает. Но вот здесь по требованиям есть. Указываем страну, хорошо. Почему курсив? Так как в международных стандартах отсутствуют некоторые знаки предписанной пунктуации, к которым мы привыкли, например, две косые черты, здесь этого нет. Это сделано для того, чтобы облегчить машинный ввод, автоматизацию процесса и учета этих ссылок. Поэтому некоторые знаки там отсутствуют. Но как-то надо отделить, где название, где город, где издательство, где издание. И поэтому они играют со шрифтами. Шрифтом выделяется, в данном случае шрифтом, курсивом выделяется название статьи. Или название книги. Заглавие. Вот второй пример. Научный журнал наш, индексируемый. И вот что написано у них на сайте. Вот эта фраза, с которой вы очень часто можете сталкиваться при изучении, почему я говорю очень внимательно, читайте требования, изложенные на сайтах самих изданий. Вот если первый вариант у нас был по Гарварду, и мы берем руководство Гарварда, и вперед, и с песней, и пошли смотреть, если каких-то образцов нам не хватает на самой странице приведенных, мы можем их взять из руководства. А вот здесь иногда в русскоязычных журналах встречается вот такая фраза. На нее тоже обращайте внимание. В формате, приближенном к стандартам скопус по стандарту Гарварда. Причем очень интересная вещь. Стандарт Гарвард, это не как наш ГОСТ, вот одно привели и все. В разных руководствах, разных, например, университетах, когда смотрела, они несколько отличаются. Поэтому основная структура, да, остается, но по нюансам они могут расходиться. Поэтому ориентируйтесь на те ссылки, которые дает само издание. Они иногда дают ссылки на руководство вот этим. И обращайте внимание вот на эту фразу. Если она попадается, значит, да, в основе лежит Гарвард, но могут быть свои нюансы. Ну вот, да, в принципе, соответствует Гарвардскому стилю, но так как это статья переводная, то здесь добавляется еще вот этот элемент в квадратных скобках. Что это такое, где вставлять и как вставлять, это мы уже на следующем вебинаре по референсис, когда будем с этим работать, уже более подробно посмотрим. Вот еще один пример выше образования в России. Журнал тоже опирается на Гарвард. Тот же самый формат, автор, дата. И, но, вот отличие появилось, да, значит, здесь тоже стиль, соответствующий, примерно вот по этому же формат, приближенный к стандартам скобус, основанный на Гарвардском стиле, но добавляются еще свои небольшие вот эти нюансы и требования. Например, здесь в ОГАССАх вот приводится, что указывает количество страниц в источнике. В Гарвардском стиле это не всегда. Там указываются страницы, из которых взяты цитаты. Вот такой-то нюанс добавляется. Или вот еще журнал «Уральское отделение РАУ. Образование и наука». А вот здесь уже пошло требование не Гарвард, а Ванкувер. И вот посмотрите, описание уже сильно отличается, да, формат уже пошел другой. Значит, нам нужно уже ориентироваться на другие элементы и смотреть более внимательно и где-то раздобыть, да, по Ванкуверу руководство. И вот здесь страницы указываются просто, без каких-либо наших «С» либо «Пи». Так, коллеги, по звуку, у кого еще пропадает звук? Так, сейчас попробую. Квакает, квакает, ага. Так, а так получше? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, хорошо ли сейчас слышно. Квакает и зависает. Ага, так, хорошо. Есть. Это может быть связано еще с интернетом, когда идет большая нагрузка. Может быть, связаны проблемы со звуком, если смотреть с мобильных устройств, например, или с гаджетов. Да, это бывает, но вроде в записи у нас идет нормально. Звук слышу, что идет хорошо. Надеюсь, что в записи у нас точно все будет, все будет окей. Что могла, то исправляем. Так, сейчас еще раз посмотрю, чтобы у нас все было нормально. Стало ли чуть-чуть получше, хорошо ли идет? Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, если нормально. Ага, хорошо, получше, отлично. Тогда так и оставляемся. Все, что могла, перенастроила. И идем дальше. Ну вот, обратите внимание, уже появились различия. Могут быть и не всегда затекстовые ссылки встречаться. Вот, например, еще один пример. Здесь и стиль у нас другой, и пи, и требования к оформлению. Не как обычно нам встречается отсылочка в квадратных скобочках и потом затекстовая ссылка. Выноска идет. Вот это вот все вместе, это и есть затекстовая ссылка. Вот чаще всего мы с этим имеем дело. В тексте в квадратных скобочках номер источника и здесь список. А вот в этом журнале подстрочные ссылки используются. То есть вот уже разница. И используется другой стиль, APA. Значит, Гарвард здесь нам не совсем подойдет. Нужно будет пользоваться именно этим руководством. Вопрос. Разнообразие стилей в зависимости от журнала может быть множество, могут быть разные. Не всегда нам подходит Гарвард. Соответственно, чем можно пользоваться? Как у нас там в начале Валентина Владимировна, по-моему, сказала про ужас-ужас. Вот с этим ужас-ужас нам позволяют справиться те пособия, генераторы и ресурсы, которые на данный момент существуют. Их на самом деле много. Мы рассмотрим те, которые работают... Да, Валентина Владимировна, я вас очень хорошо понимаю. Это действительно страшно. Те, которые доступные, бесплатные. И можно многими из них пользоваться основным функционалом, генераторами. Даже без регистрации. Вот то, что я вам показываю, это в бесплатном формате и без регистрации. Хотя у них есть и платные функции. И все эти генераторы можно разделить на три такие большие части, группы. Есть библиотечные менеджеры, библиографические менеджеры. Мы сейчас про них пока не говорим. Смотрим остальные две составляющие. Есть такие многостилевые или универсальные генераторы. И есть такие стильные, заточенные под один конкретный стиль. Ну и те, и другие. Мы сейчас несколько примеров сегодня с вами рассмотрим. Вот первый генератор. SIDIS for me. Ссылку я вам в чат сразу буду скидывать на генераторы. Можно ее прямо оттуда из чата забрать, скопировать себе. В презентации она есть. Будет действующая, но на всякий случай. Это генератор цитирования для автоматического составления библиографических ссылок. И сразу оговорюсь, что для использования любого генератора и сервиса, с которым сегодня будем знакомиться, очень важно и на каждом сайте, каждого этого ресурса, этих ресурсов, везде подчеркивается, важно, чтобы вы знали процесс создания библиографии вручную. Что включает в себя данный генератор? Это набор руководств по разным стилям. То есть какие-то положения из руководств по этим стилям мы можем найти. И на данный момент, хотя заявлено у него несколько стилей, но в основном он хорошо генерирует ссылки для EPA, MLA и Гарварда. Остальные, вот они у него заявлены, EPA, MLA и Гарвард, Чикаго и пошли еще другие стили. Вот эти не совсем хорошо, не все можно. Но вот эти три основных, с которыми мы чаще всего сталкиваемся, он вполне очень даже хорошо воспроизводит. Как устроен этот генератор? Ну, во-первых, первое, что вы делаете, вы выбираете нужный вам стиль, а затем вы выбираете из предложенного. Интерфейсы, как правило, у них очень простые, интуитивно понятные, но чаще всего англоязычные. Поэтому, да, минимальное знание английского здесь понадобится. Либо второй вариант, например, в браузере Яндекс есть такая функция, перевод страницы, не можно поставить в настройках автоматический перевод, он вам автоматически будет переводить на русский язык. Вот часть скриншотов, которые я вам сейчас показывать буду, они как раз на русском языке, для того, чтобы нам легче было разобраться. Но, когда вы будете вводить свои данные для поиска или генерации, пожалуйста, вернитесь на язык оригинала, иначе в конце у вас получится кракозябля. Он будет с русского переводить на английский, потом обратно на русский, и это будет совсем некорректно. Иногда получается очень смешно. Ну, вот что он позволяет делать. По удаленным ресурсам, да, сетевого распространения, по веб-сайтам, по книге, журналы, и вот такая вот волшебная клавиша «Больше». Он, вот по всем этим ресурсам, и посмотрим сейчас, что там скрывается за «Больше», он позволяет найти уже готовые цитаты. Вот этот самый простой поисковик. Сюда вводим либо, вот если выбираем веб-сайт, то либо название веб-сайта, URL-адрес, если мы выбираем книгу, то вводим сюда название книги или автора, или ISBN, или DOE, или если электронная книга, то адрес. И если выбираем журналы, то вот он нас просит ввести сюда название журнальной статьи автора, DOE, или адрес в интернете, опять же, на выбор. По любому из этих параметров он осуществляет поиск. Два варианта, как можно пользоваться этим генератором. Можно либо вручную ввести все данные, которые он запросит, такой расширенный поиск, либо вот то, что мы имеем, ввести сюда в строку и нажать клавишу «Искать». Если мы воспользовались вот этим вторым простым способом, он начинает сравнивать и находит из своей базы имеющиеся цитаты. Можно начинать с него, а вдруг оно уже есть. Вот он нам выдает список. Если здесь мы ввели Андерсон Би, вот он нам выдает, какие Андерсоны здесь есть или похожих авторов, похожие источники, похожие цитаты. Вот эти вот совсем нам не подходят, это совсем не про то. Здесь вроде бы да, но совсем другой автор. Инициалы не те, не совпали. Тогда мы переходим к ручному поиску. Но если вдруг оно совпало, то нажимаем на клавишу «Цитировать», «Смотреть цитату» и он нам выдает результат. Ну, например, решили мы посмотреть вот этого автора. И вот он в таком виде выдает нам данные. И вот, смотрите, уже ваша готовая ссылка на этого автора здесь присутствует уже по выбранному нам стилю. Ее можно копировать и вставлять уже себя в свой список источников. Ну, то есть достаточно быстро. Ресурс условно платный. Дополнительные возможности. Там есть еще дополнительный функционал, но это уже за определенные деньги. Без денег в бесплатном формате. Пошагово пользоваться очень легко и просто. Выбираем нужный стиль. Смотрим, что еще он нам предлагает. Можно ли там. Если нажать, кстати, вот сюда на кнопочку «Узнать больше» и выбрать какой-то определенный стиль, он покажет само руководство, текст именно по этому стилю. То есть какие-то нюансы можно будет узнать оттуда, если нам нужна справочная информация. А вот дальше я вам покажу уже перевод. Это перевод страницы сайта на русский язык, но чтобы нам сейчас легче было ориентироваться. Очень понятные, удобные у них, как правило, интерфейсы. Все нарисовано по значкам, можно сообразить даже, не зная языка, что он от нас хочет и что он нам там предлагает. Ну вот, например, мы выбираем книгу. Вот это вот еще. Что за этим скрывается помимо сайтов, журналов и книг? Открывается здесь на самом деле очень много. Вот посмотрите, примерно это не весь список источников, на которые он может генерировать ссылки. То есть это все автоматизировано. Электронная книга в PDF формате. Что там еще? Емейлы. Как сделать, а можно ли давать ссылку на емейл, а если можно, то как? Вот здесь уже есть варианты. Отчеты, пресс-релизы. Подкасты. То есть онлайн-изображение и видео. Даже на это можно оформлять ссылки. И эти возможности у него есть. Но, опять же, не все они доступны в бесплатном формате. Почему я про платность вдруг сказала? Некоторые из них только после оплаты можно воспользоваться. Но не все. Что-то есть и в бесплатном варианте. И вот, если мы простой поиск делаем, нажимаем, вот он нам выдает, вот перевод на русский язык. И если нам подходит какой-то источник, мы выбираем. Но, посмотрите, в каком виде он выводит, вот сейчас это обновленная версия, он сейчас выводит часто вот в таком виде. То есть мы нашли все элементы, но их иногда приходится по готовому варианту, их иногда приходится расставлять уже вручную, в правильной последовательности. Вот для чего нужно понимать хотя бы основные элементы структуры библиографического описания. Они одинаковые, кстати, что в русском языке и русских описаниях, что в зарубежных. То есть это вот такие элементарные вещи, в которых нужно ориентироваться. А остальную информацию он выдает. Ну вот если на русском языке мы не переведем сайт обратно на английский, он нам выдаст вот так. Ну не совсем корректно. Поэтому и переводите на язык оригинала, когда ищите англоязычное. А вот теперь уже у нас правильно. Вот он вариант. Цитировать вручную. Если нас это не устроило, если мы там не нашли то, что мы искали по простому поиску, то можно воспользоваться вот этой возможностью. При нажатии на клавишу он нам, опять же, даю в переводной версии, открывает вот такую страничку, которую нам просто надо заполнить по полям. Имя автора, фамилию автора. Если имя не знаем, смело вводите инициалы. При вводе инициалов, сейчас покажу пример, он вот так и выводит. Год публикации, название, сюда вставляем название книги в данном случае. Издание, он выдает нам выпадающий список. Там первое, 121-е, 18-е. Если есть, то вставляем, если нет, то оставляем поле пустым. Город, издание, издательство и публикуемые страницы вводим только в том случае, если нам нужно указать именно либо диапазон цитаты, либо какую-то конкретную страницу. Если мы напишем 131, то он и выведет это. А если в книге 600 страниц и вы ссылаетесь просто на весь источник, целиком, у вас косвенно идет цитирование, а не прямое, то вот это можно не указывать. Страницы не указывайте, тогда их просто вручную достанем, если это необходимо по требованиям издательства. И можно прикрепить цитату, то есть вот тот текст, на который вы ссылаетесь. Вот из этого набора как раз и формируется вот тот простой список, которым мы в самом начале пробовали воспользоваться. Просто вести автора, и он выдает какой-то список уже имеющихся цитат. Вот из этих работ, из работ и цитат, которые ищут люди в этом генераторе, он и формирует этот список, эту базу свою. Ну и потом нажимаем полное цитирование. И вот такой результат мы получаем. Значит, если удалось, то зелененьким, если не удалось, то красненьким. И вот она, наша ссылочка готовая, в готовом виде выглядит теперь вот так. Вот мы нашли автора, ввели, вот инициалы он поставил. Все уже расставлено, все шрифты, где надо курсив, уже стоит. То есть это достаточно удобно. И вот я там ввела, например, что в книге 272 страницы, и видите, что он мне выдал? Что цитата находится на 272 странице. Поэтому если нам нужно указать, что в книге 272 страницы, здесь ничего не вводим, а здесь просто ручками тогда уже дописываем. 272, пейдж и точка. А вот это вот убираем. Вот единственный момент, на который стоит обращать внимание. Если страницы не нужно указывать, и в требованиях издания, например, этого нет, то ничего и не пишем туда. И нам выдаст поставить точку, и все как положено. Но есть еще один момент, на который нужно обращать внимание. Вот эта вот строчка, которую можно пропустить. Он показывает, какое время будет сохраняться ваша готовая ссылка, так как мы зашли без регистрации и без оплаты. Она сохраняется какое-то определенное время. И он пишет здесь в секундах, сколько. И сразу начинается обратный отсчет. Поэтому создали, сразу к себе скопировали. Иначе она у вас просто исчезнет. Не старайтесь, если у вас много источников, весь список создать, пользуясь этим генератором по одному. Создали, скопировали, все. Ну и дополнительные функции, которые здесь есть. Вот этот дополнительный функционар. Проверить грамматику, проверить... На антиплагиат, у них тоже есть свои системы антиплагиата. Вот вам многие генераторы, они сейчас эти дополнительные функционалы начинают расширять. Ну и из плюсов, что здесь еще есть, глоссарий отдельных терминов. То, что вам встречается в библиографическом описании. Выберем мы веб-сайт, там будут совершенно другие поля для заполнения. И вот преимущество, и большое им спасибо за то, что они вот эти понятия в таком глоссарии кратко расшифровывают. Что здесь надо ввести. И он висит внизу генератора. Поэтому, если у нас возникает EL, то он уже на английском. Поэтому, если у нас возникают вопросы, здесь всегда есть такая подсказка, ответы. Вот это один генератор по таким трем стилям. Еще генератор, второй, который я вам покажу, Citation Machine. У них очень похожий интерфейс. Почему мы подробно разобрали первый? Потому что все остальные, они строятся примерно по тому же принципу. Меняется только дизайн страницы. Интерфейс немножко по-другому выглядит. А принципы действия у них одинаковые. И стили оформления. Обратите внимание, здесь вот три стиля оформления. Chicago, MLA, APA. А Гарварда здесь уже нет. Это не по гарвардскому стилю. Вот если один из этих стилей, то можно воспользоваться этим генератором. И сейчас я на него тоже ссылочку вам в чат кину. Тоже полезная очень вещь. Очень простая. Тоже очень удобно устроена. Понятно. Даже без перевода. Принцип действия тот же самый. Либо ищем, либо создаем ручками. Иногда, когда вы заходите, может выскочить вот такая вот угрожающая надпись. Ничего страшного, если мы заходим без регистрации. У вас нет учетной записи для доступа к этим функциям. Создать аккаунт. Можно создать аккаунт. А можно просто нажать значок закрыть. И как генератор он будет работать. То есть он просто отключит какие-то дополнительные функции, типа проверки на антиплагиат, проверка грамматики и прочие дополнительные вещи. Вот они вот здесь. Вот эта реклама, правда, несколько раздражает. Но она нам не нужна. На нее просто не обращайте внимания. Нам нужна вот эта вот часть центральная. И дальше он тоже очень удобно. После обновлений у них появилась вот такая вещь. Раньше ее не было на этом сайте. На что я ссылаюсь. Здесь очень легко выбрать. Здесь уже более расширенные варианты. Причем, обратите внимание, два журнала в некоторых генераторах начинают появляться. Научно-популярные и научные издания очень часто сейчас начинают разводить. Поэтому здесь внимательно, какой журнал нам нужен. Ну а дальше вручную открываем создание записи. И принцип тот же самый. Он запрашивает у нас. Причем здесь вкладочку тоже обращайте внимание. Печатная версия, онлайн версия. Или у вас электронная версия и печатная версия. Вот эти три варианта, это очень удобно. Мы всегда ломаем голову, как правильно. А если у меня печатная? А если это печатная вместе с электронной? То что тогда заполнять? И в зависимости от того, что мы выберем, он открывает нам определенный набор полей, которые нам просто надо заполнить. И вот мы вписываем. Причем авторов, вот смотрите, можно добавлять. Трех, четырех, пяти, сколько нам нужно. Нажимаем название. И дальше смотрим все необходимые данные, вносим. Нажимаем создать. И вот у нас наша готовая запись. Все, наша цитата уже готова. Самое главное, только опять же ориентируйтесь на выбор правильного стиля. Если у вас в разных стилях, то, соответственно, в поисковике это нужно отмечать. И вот у нас уже по нашему стилю готова запись. Все, мы можем ее отредактировать. Есть такая возможность. Можно скопировать. Можно удалить все, что угодно с ней сделать. Но то же самое создали. Забирайте к себе. Не оставляйте там. Хотя здесь список можно делать, но лучше не рисковать. Ну, вот то же самое в переводном варианте страницы сайта, в переводе на русский язык. Основные поля, которые нужно запомнить, если мы выбрали, например, печатную версию. И здесь вот можно добавлять еще одного участника, еще одного автора. И достаточно простой, очень такой понятный генератор. То же самое они сейчас добавили вот этот глоссарий. Раньше его не было. И добавили несколько функций. Вот в обновленном варианте, если здесь было раньше вот только четыре функции. Теперь еще добавилось проверить правильность грамматики и проверка на плагиат. Но опять же, антиплагиат не наш, не российский, не антиплагиат.ру или ру-контент, а их. Система проверки на плагиат. Ну, тоже достаточно удобная вещь. Можно скопировать, можно сохранить там в базе и либо скачать к себе. Ну, такой вот простой достаточно генератор, но который реально помогает нам упростить жизнь. Просто вводя по полям, а не задумываясь, чего куда ставить, какие знаки, он их расставит уже сам. И еще один генератор из таких универсальных. Изи Биб. Так, 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 так. Это не та ссылочка. Вот он. Это бесплатный генератор библиографии по стилям, опять же, по основным тем же самым стилям. MLA, EPA и Chicago. Он очень похож на предыдущий. Такое ощущение, что они сделаны вообще на одном движке, как бы на одной платформе. Да, но несколько отличаются по интерфейсу, по возможностям. Здесь все то же самое, очень просто. Можно либо создать, сгенерировать, и вот дополнительные функции опять здесь тоже появились. Просканировать свою работу на наличие плагиата. Но это можно сделать перед отправкой в издательство, например. И дальше тоже очень такой широкий выбор источников. Сайт, книга, журнал и вот это еще. Типа источников очень много. Вот бегунок здесь просто не успевает бегать по всему списку. И вот вам, пожалуйста, рассылки. Даже рукописи, карты, микроформы, микрофиши. Вот такие варианты здесь тоже есть. Вот в этом удобство этого поисковика. Сервисы... Эх, Анна Викторовна. Есть идея создать подобные сервисы. Пытаюсь и пробую это сделать. Хороших сервисов пока... Вот такого типа пока нет. Это очень трудоемкая, очень трудно. Тяжелая работа. И, естественно, все вот эти генераторы, которые мы сейчас с вами разбираем, они либо инвестируются, либо от кого-то создаются. То есть это работа... Здесь вопрос весь упирается в финансирование. Кто будет инвестировать в разработку этого продукта? Кто будет его спонсировать, инвестировать, оплачивать, финансировать и так далее? Для того, чтобы сделать его бесплатным. В одиночку потянуть эту работу, это очень тяжело, очень трудоемко. Здесь потребуется работа тех же самых программистов. Это тоже стоит денег. Вот в одиночку пробовала я делать такой генератор по библиографическим описаниям, правда, по ГОС-2003, но на книге он у нас уже работал и работал неплохо. Но у меня на это ушло месяца три, наверное, чтобы все протестировать, создать, разработать. Но вот студент... К сожалению, он потом погиб. Не по моей вине студенты до сих пор еще спрашивают, а где реально было проще. Ну вот, наверное, все-таки вернусь к этой идее, потому что проблема назрела для русскоязычных вещей. Ну и возвращаясь к нашему изи-бибу. Здесь все то же самое. Тоже три вкладочки очень похожи. И также мы заполняем нужные поля, и в результате он нам выдает нужный нам вариант. Да, плюс есть еще вот дополнительные вещи. Если у нас есть авторы, есть составители, есть редакторы, это все можно сюда добавлять, вносить. И также присутствуют глоссарии с объяснениями. И в конце он нам выдает результат. Вот здесь пустое поле мы ничего не ввели, соответственно, он нам ничего и не выдал. Ну, очень похоже на предыдущий генератор. Примерно вот все то же самое. По той же самой схеме. То есть они на одной платформе сидят. Ну, а вот если мы введем данные по этим полям, то вот в таком виде у нас будет выглядеть наш результат. Вот он его нам показал, выдал. В нужном стиле готовая ссылка. Бери и вставляй в свою работу. Это что касается универсальных. Стилевые. А, вот еще один последний универсальный. Референс, референс, референсис, дженерейшн. Очень такой интересный, интересная штука, которая работает, работает вот на этом сайте. Он по нескольким стилям. У него есть видео уроки. Это прям целый сайт. Здесь более серьезно. Они подошли, это не просто генератор. Здесь есть и видео урок. Как пользоваться этим генератором с подсказками, со всеми делами. Что он позволяет сделать? Очень большой спектр у него возможностей. На что можно оформлять ссылку. И большой выбор достаточно основных всех форматов. Вот здесь 5 форматов есть. Причем, обратите внимание, вот эти не только Чикаго, но здесь есть и Турабио, о котором мы говорили. Вот он, в отличие от остальных генераторов, здесь присутствует и работает достаточно неплохо. Плюс есть еще Оксфордский стиль, Ванкувер, где его искать. Вот он, генератор для него. И АВ. Другие. Выбери свой стиль. Очень простая вещь для заполнения. На что позволяет сделать ссылки. Здесь еще раз и написано, и нарисовано. То есть для студентов очень легко, кстати, использовать с картинками, легче искать. И обратите внимание, здесь можно как на целый источник, так и на его части аналитические описания. Он позволяет сделать книга и глава из книги, журнал целиком или статья из журнала и на веб-сайт. И дальше мы заполняем поля, нажимаем кнопочку сгенерировать, и он выдает нам описание. Очень быстро. Вот буквально за пару минут все как нужно оформлено. Все курсивы, точки, запятые, где надо, стоят. Но только после года точечку бы не мешало поставить. Все-таки какие-то маленькие нюансы есть. Ну и мы можем редактировать прямо здесь же эту запись, и потом ее копировать к себе. Либо скопировать, а потом уже редактировать. И возможность создавать еще один плюс, можно сразу создавать несколько записей. Вот, например, мы какую-нибудь здесь, мы просто со студентами пробовали, вносили просто кракозяблю. Насмотрели, а создаст ли он нам сразу 2-3 записи. То есть одну создали, добавить еще одну, вторую, третью, а потом все вместе с копом туда таким кусочком сгенерировать. Ну вот мы набрали, и да, он это делает. То есть мы сразу несколько записей можем сделать. Это тоже очень удобно. Удобная такая возможность, функция. Не по одной, а сразу по несколько записей. Ну и дальше можно их редактировать, либо скачивать к себе и загружать. Это вот по... Очень-очень он удобный, и много там приводится еще дополнительных статей, таких обучающих по разным стилям. И отдельные стилевые помощники, стильные по стилю MLA. Сейчас посмотрю, есть у меня... Да, есть у меня на него ссылка, которую я вам в чат могу прокинуть. Вот она, ссылочка на этот сайт. Это сайт по... Вот этой организации, да, современного языка. И весь сайт посвящен этому стилю оформления. Что здесь полезного? Вот я вам выделила, когда заходите на этот сайт, сразу выбирайте вот эту позицию MLA Style, потому что там много еще про саму ассоциацию идет, информации. И на страничке, которая откроется, здесь много полезностей. Во-первых, есть такой интерактивный гайд, который обучает работать с этим стилем. Сейчас мы его посмотрим. Есть практическая часть, такой практик-темплейт. И можно скачать руководство по хэндбук по стилю MLA. Это уже в печатном варианте, и по нему можно уже какие-то нюансы более подробно смотреть. По гайду. Гайд у них сделан очень интересно. Сначала проходит такая обучающая вещь. Тоже поля, тоже заполнение. Зайдите просто поиграть очень интересной идеей. Он подкидывает в плане изучения, либо, если необходимо, преподавание или объяснение студентам. То же самое можно, кстати, сделать и с нашими русскоязычными описаниями, но уже самим. Запускаем этот гайд, и дальше он пошел. Что у них здесь очень хорошо устроено? Он не просто показывает, какие поля нужно заполнить, а еще дает краткие объяснения по каждому полю, такие всплывающие подсказки. И нумерация проставлена, и сразу соответствующие нумерации в примере источника. То есть приводится, откуда из источника, какие сведения берутся, и в какие поля они записываются. Что, откуда, куда надо проставить. Если мы это заполняем, он нам вот здесь внизу показывает результат. Что получается. А как это будет выглядеть в самой ссылке после того, как мы заполним поля. Это очень удобно сделанная вещь. И вот он по всем основным источникам, таким обучающим проходит форматом. И статейные журналы. То есть мы заодно учимся не просто заполнять поля, а еще и понимаем, откуда берется эта информация. А есть ли у меня статья в электронном журнале? А есть ли это статья в печатном журнале? А есть ли... И сразу показывает результат, как это должно выглядеть уже в результате. То есть такой чек-лист. Не забудь заполнить все структурные элементы. И вот что у тебя получится в конце. На сайты и на электронные ресурсы тоже самое. И вот такая вот удобная вещь. И плюс есть у них еще вот здесь, если посмотреть, Practice Template. Вот здесь уже можно попрактиковаться. И то же самое он показывает, что мы заполняем. Мы начинаем заполнять эти поля. Он их выделяет разным цветом. Тоже очень удобно для изучения и запоминания. И вот так он проходится по различным блокам, которые необходимо заполнить для того, чтобы получить нужное описание. И здесь же у них есть... Вот здесь ссылка на... В презентации есть руководство по изучению. И там же у них есть вот этот шаблон по полям в формате PDF, который можно скачать, которым тоже можно пользоваться. Ну и вот такой вот хендбук прилагается, как руководство уже по более сложным случаям разных описаний. Очень удобно у них устроено вот эта вот обучающая составляющая, такая интерактивная. Зайдите, посмотрите, не пожалеете. Есть во что поиграть и есть что позаимствовать, кстати, в качестве идей. По гарвардскому стилю, где найти... Вот по гарвардскому стилю таких интерактивных вещей, к сожалению, нет. Есть либо генераторы, либо руководство в печатном виде. Есть руководство на сайте Emerald Publishing, но там, по-моему, не все и за какую-то плату можно получить. Есть вот такой формат PDF кратких описаний руководства, такого гайда по гарвардскому стилю, но в формате PDF не интерактивный. Ссылку я вам здесь тоже привожу. Вот это можно скачать. Но опять же, они все англоязычные. Переводить на русский через автопереводчик не рекомендую, потому что он переводит все, включая примеры, и это затрудняет понимание. Но достаточно просто написан, и даже со слабым знанием английского, даже с моим французским, вполне можно понять, о чем там идет речь, в крайнем случае переводить по частям, если это необходимо. Вот это да, здесь тоже таблицы, здесь пояснения, очень кратко все описано и очень конкретно. То есть вот этим гайдом рекомендую пользоваться. Это именно по гарвардскому стилю. Еще один ресурс, где можно его взять на колледж Йорка. Вот у них есть уже в электронном формате такой гайд по гарварду. Тоже можно скачать отсюда, но он тоже в PDF формате. То есть по гарварду электронных таких самоучителей, как у МЛА, к сожалению, пока не попадалось. Если попадется, дайте знать, пожалуйста. Очень хочется. Ну и плюс, помимо гарварда, они здесь еще дают руководство по другим стилям. Основной у них все-таки гарвардский, но остальные как в дополнение идут, а вдруг попадется. Посмотрите, вот по ссылке, когда перейдете, вот здесь в менюшке. Есть даже вот такой оксфордский стиль и стиль оскола. Редко встречающийся, но и Ванкувер, кстати, тот же, тоже здесь присутствует. И вот, да, вот, например, мы выбрали осколы. Вот в PDF формате здесь есть образцы описания и краткое руководство можно скачать. Изи и Сейпро. Это по гарвардскому стилю генератор, которым тоже можно воспользоваться. Но генератор не просто, даже не генератор, скорее, а руководство. Здесь очень хорошо представлены разные образцы описаний именно гарвардского стиля. И вот какие-то, если нужно быстро найти какие-то особые случаи, которые нам попались, но которых нет в образцах на сайте, например, издательства, куда мы размещаем свою публикацию, посмотрите вот здесь. Здесь достаточно много по ресурсам, в том числе электронам, представлено именно образцов. Как это должно быть? Ну, берем образец, подставляем свои данные, не нарушая структуры. Ну, хотя бы так. По EPA стилю есть тоже руководство, такой мануал. Это вообще один из самых старых, наверное, международных стилей. Первое издание вышло этого мануала аж в 1929 году. То есть, после этого прошло очень много переизданий, последние 16-го года. Он используется в психологии, медицине и социальных науках. Вот там очень часто. Многие медицинские журналы, кто с этим связан, они этого стиля в основном придерживаются. И в этом мануале есть все рекомендации и по оформлению, как, впрочем, и в стиле МЛА, и в Гарварде тоже, и по форматированию, по самому тексту статей. Но руководство не все возможности, вот на этом сайте, кстати, есть много возможностей для прохождения обучения, обучения этому стилю, все руководства и все прочее, но это для аффилированных членов со скидкой, для остальных за полную стоимость. Стоит это не дешево, по-моему, что-то в районе 100 или 80 долларов. Веб-семинары проводят, часто задаваемые вопросы, база у них есть, раздаточные материалы, онлайн-курсы, то есть это все есть, но это все стоит для членов ассоциации, это не бесплатная вещь. Вот, опять же, ответ на ваш вопрос, откуда берутся бесплатные генераторы, и почему по-российским такого не существует. Ну вот поэтому они просто за счет этого делают, кстати, не все так печально, есть генератор по апостилю, он обновляется, ну и, видимо, вот за счет тех средств, которые привлекают за счет платной составляющей. Есть такой генератор, вот на этом сайте, скребр, скрайбр. Так, и ссылочку я на него, пожалуй, вам тоже сейчас кину, потому что это такой из стилевых, не очень распространенный, но достаточно эффективно работающий. Здесь та же самая структура поиска и генерирования. Набираем, выбираем, что нам надо, печатная, непечатная, рукопись, не рукопись, книга, журнал, веб-сайт. Вот даже у них отдельно выделены, кстати, конференции, доклады, сборники конференций, сюда, да, и другие ресурсы. И вот из этого мы выбираем то, что нам надо, тип источника, стиль здесь один, нам его уже выбирать не нужно. И вот, опять же, идем по вкладкам. Во всех генераторах структура работы одна. Внимательно читайте, что он от вас хочет, и последовательно выполняйте шаги. Спросит он у вас определить тип. Это печатная, это дуэ, это веб-сайт. Нужный вариант мы выбираем. Ну и также справочная составляющая, у них тоже удобно устроена. Всплывающие подсказки, если мы что-то не поняли, он нам выдает вот такой вот встроенный глоссарий и пояснение, чего от нас хотят в данном случае. То есть тоже очень легко пользоваться. Заполняем все поля, генерируем в апостеле и вот он нам выдает готовый результат. Он формирует такой референс из лист. Но опять же, насколько там хватает, сколько сохраняются ссылки, и не дай бог, если какое-нибудь обновление или какой-то сбой, лучше все-таки создал ссылку, скопировал к себе, чтобы ничего не потерять, созданное таким трудом. То есть все достаточно просто, легко и на самом деле не настолько уж страшно. Ну вот у них прошло недавно обновление сайта, обновление генератора, добавились еще изображения, раньше их не было, теперь на изображение тоже можно оформлять ссылки и цитаты, но по АПО стилю. И немножко поменялся у них интерфейс. То есть дизайн сайта, поэтому если вы открываете и вдруг видите не совсем то, то, что было в презентации, например, стили очень быстро переоформляются. И дальше вот, например, можно процитировать такие экзотические виды источников, как, например, отчет. И он тоже у вас будет все расспрашивать очень подробно, а это электронный отчет в сети опубликованный или это печатный отчет, а авторы кто, а есть ли организации или нет организации. И дальше все по полям достаточно подробно мы это все указываем. Ну, вот на книге. И получаем готовые уже, готовые описания, которые можно спокойно вставлять в свои публикации, в свои референсы. Ну и вот здесь я вам ссылочку и в чат, и здесь она в презентации есть. Ей можно воспользоваться. Это вот по стилю APA. Ну и в завершении, коллеги, те генераторы, с которыми мы познакомились. Вот четыре универсальных и три генератора, плюс еще сервисы с руководствами. Дополнительно то, что вот есть по международным стилям на сегодняшний день. Это вот такой небольшой экскурс и обзор по основным ресурсам, которые могут облегчить нам нашу жизнь в части составления описаний, формирования референсис. Но в каждом из этих генераторов, еще раз напомню, везде идет пояснение. Самые большие, самые корректные, наверное, описания они создают, когда мы это делаем вручную. И, естественно, везде идет напоминание структуры библиографического описания. То есть основные элементы вы должны знать, чтобы правильно потом проверить правильность оформления. Ну, то что машина есть машина, и какие-то вещи он может не учесть, или требования на сайте издания, они могут чуть-чуть отличаться, отвлекаться от классической версии, которая заложена в генератор. Поэтому надо понимать, хотя бы где какие правки, если нужно будет внести. Самый удачный, Анна Викторовна, мне понравился вот этот референсис-генератор. Во-первых, он мульти, такой универсальный, многостилевой. С ним очень удобно работать, и там достаточно представлены все стили, с которыми нам приходилось сталкиваться, в том числе со студентами, с магистрантами. И я в основном рассматривала эти ресурсы с точки зрения простоты использования теми же студентами. Вот это очень удобно было. И я смотрела по их еще отзывам, где им удобнее было работать. Удобнее было работать вот здесь. В предыдущих вот здесь все хорошо, но вот эта вот реклама, когда много приходится составлять описаний, и вот эти вот рекламные блоки с дополнительным функционалом, это все понятно, маркетингово это может быть и правильно, но они, честно говоря, меня начинают иногда раздражать. Хочется их выключить, а они не выключаются. Вот эти ресурсы, они хороши, когда мы под какой-то конкретный стиль делаем. Вот здесь, да. И если очень серьезно нужно к этому отнестись, а вот для из мульти, больше мне нравится вот этот мульти, мульти, мультифункциональный, мультистилевой, наверное, долго искала слово. Галина Сергеевна, ссылку на презентацию, можно дать ссылку на презентацию, конечно, и на вебинар можно ссылку дать, ради бога, с упоминанием автора можно давать все. По российским, по российским, вот вторая презентация по библиографическим менеджерам, сегодня я уже не буду вас грузить этой тематикой, вы скачайте тоже, посмотрите, если будут какие-то вопросы, на следующий вебинар, например, можно их будет задать. Значит, что здесь хорошего? Вот такую табличку, кстати, мы делали, начали делать со студентами, со слушателями курса, мы еще продолжили, и еще сюда не вошла часть, которую они также делали дополнительно и с комментариями. Это я еще буду дополнять, я постоянно ее расширяем, увеличиваем. Это вот сравнение по различным критериям разных библиографических менеджеров и вот этих, ну, здесь библиографические менеджеры в основном, а генераторы не все вошли, вот еще генераторы туда будем добавлять, то есть где чего есть. Сразу скажу, в презентации, которую я выдаю на руки, этой таблички нет, это так наш интеллектуальный ресурс, но принять участие в разработке и познакомиться с ней, вот слушателям курса, я ее даю полностью, и мы ее еще дополняем. Из российских, смотрите, есть такая штука, сейчас появляются российские генераторы, вот, например, библиомастер, сайтмастер, но он, опять же, вот здесь посмотрите, воспроизводит некорректно ссылки. В них отсутствует вот эта обучающая, наверное, составляющая, справочная составляющая, как в западных генераторах, да, в зарубежных. и часто используемая и любимая студентами сноска.инфо, которые, в принципе, она иногда наши ссылки генерирует и неплохо, но, опять же, ссылки, но не список источников, если нам нужен ГОС 2018, да, вот с ним он не работает. Суть та же самая, выберите, ответьте на первый блок вопросов, ответьте на второй блок вопросов, и потом он генерирует нам описание. Скопируйте полученный результат. Результат он не сохраняет. Если зарубежные генераторы, некоторые сохраняют результаты на какое-то время, или можно там сохранить свои результаты, здесь этого нет, нужно скачивать. Ну, вообще, лучше, на самом деле, скачивать сразу к себе. И вот посмотрите, для ссылки более-менее работает корректно по ссылкам, не, а вот для списков источников, особенно, был ГОС 2003, сейчас уже с 2018, вот для этого он не подходит категорически. Поэтому смотрите, что вам нужно. Еще один вопрос, даже ссылки он не на все типы источников делает, раз, во-вторых, ну, проскакивают там ошибки, то есть контролировать, так же, как и по зарубежным генераторам, потом нужно. Вот поэтому, знание хотя бы основ, структуры библиографического описания, оно необходимо для того, чтобы вообще проверить, а правильно ли генератор сгенерировал. Еще из вопросов к самому сайту непонятно, что это и чье это. Вот, для иностранных источников он точно не подходит. Вот этот прям взят с самого сайта «Сноска.Инфо», и он оформляет именно сноски. Да, собственные предпочтения, цели создателей проекта, цели создателей проекта на самом сайте не указаны. То есть, тут большой вопрос, а работали ли там библиографы, кто это делал. На вопрос, обратная связь у них тоже не работает. Два года назад задала им какой-то вопрос по описаниям, по структуре. До сих пор ответа еще не пришло. То есть, не знаю, живой ли это сайт, проходит ли там обновление, похоже, что нет. То есть, он как был создан, так вот он и висит. Хотя, не знаю, может быть. Поэтому, в любом, в случае чего воспользоваться можно, но опять же, следите за правильностью оформления полученного результата, потому что там есть нюансы, расходящиеся с ГОСТом, попадаются в сложных случаях. Но для простых, для простых, быстрых таких созданий, ну, может быть, да, может быть, можно и воспользоваться. Ну, вот, коллеги, это, это вот, наверное, на сегодня, на предпраздник все. На этом мы с вами сегодня, наверное, нашу встречу закончим. Пора переходить к празднованию нашего 8 марта. Хочу сказать спасибо всем, кто сегодня пожертвовал предпраздничным днем и пришел на нашу встречу. Надеюсь, что полезности для вас сегодня были. Презентации забирайте, не забывайте. Сейчас посмотрю по вопросам, было ли у нас что-нибудь. Ага, Карина Генриховна, недавно, поясните, где скачать презентацию. Смотрите, наверху, справа, у вас есть такой значок, папочка нарисованная. Вот по нему клик мыши делаете, нажимаете мышкой, у вас открывается такая вкладочка, называется ресурсы. И в ней сидят два ресурса, библиографический менеджер и международный стиль генераторов. Чтобы скачать, это презентации, которые для скачивания. Чтобы их скачать, надо нажать не по названиям, а по зеленому значку слева от этих названий. Тогда они скачаются. Если совсем с гаджетов, со смартфонов может не получиться, не переживайте. Если вдруг какие-то трудности возникнут, я сейчас адрес почты попробую сейчас написать. Вы мне напишите, и я вам я вам тогда ее перекину. Так, вот, надеюсь, что правильно написала. ТВТ, Битрикс, да, вот этот адрес моей почты, на который можно писать. И, коллеги, пока еще не разбегайтесь, буквально пару минут, сейчас я вам выдам сертификаты, так как сегодня у меня помощников нет, все приходится делать самостоятельно. Я с вами увлеклась генераторами и немножко отвлеклась от сертификатов. Поэтому на пару минут задержитесь, уведомление на почту придет, естественно, и тем, кто даже ушел. Но кому ссылка нужна, сейчас я их вам сформирую и перекину. Итак, коллеги, на сегодня мы с вами уже точно заканчиваем. Последний шаг я сделала уже после отключения связи. И напоминаю, что 18 марта мы встречаемся уже по вопросам оформления референсис. И там более подробно поговорим о том, как же это создать. Я вам еще некоторые лайфхаки покажу и поделюсь с вами, как можно эту работу тоже упрощать и на что обращать внимание, когда мы пишем вот этот страшный, страшный референсис. Итак, коллеги, всех, всех с наступающим праздником! У нас прям сегодня не видела, добавлялись ли к нам мужчины или нет, но такой девичий вебинар у нас с вами получился. Это здорово! Засим я с вами расстаюсь. Надеюсь, после праздников мы с вами встретимся в том же составе, в том же хорошем настроении. И еще раз всех с наступающим нашим с наступающим. Спасибо.